Знаменитая поговорка гаишников гласит, что знаков мало не бывает. Очень богатый город, может позволить себе покрасить не только деревья и бордюры, но также фонарные столбы. Если в вашем городе появились такие таблички, то это повод озаботиться, потому что вместо полицейских и дорожных проектировщиков, скорее всего, работают идиоты. Ситуация с заборами все больше и больше начинает напоминать просто театр абсурда, потому что ставят их даже не там, где нужно и где этого требуют какие-то стандарты, а просто повсеместно, даже там, где есть парковка. И что самое глупое, то есть все понимают абсурдность и потом делают вот такие вырезы и специальные сходы к проезжей части, к парковке, к машинам, и чтобы люди смогли перейти. То есть просто бесщадное освоение денег, и при том не только на закупку, но и на покраску и все остальное. То есть вот видите, вместо того, чтобы сделать просто безопасный переход, вину перекладывают на человека. То есть если его собьют, то будет виноват не гаишник, не проектировщик, а сам пешеход. На самом деле все это объясняется довольно просто, что чтобы пройти быстрее госэкспертизу, проектировщики делают не так, как нужно, а так, как проще. И закладывают в проект повсеместно заборы, чтобы точно не было никаких вопросов. Но как мы понимаем, это, конечно, уродование города, освоение средств. И нужно понимать, что если вот мы пустили деньги на такие заборы, на их обслуживание, то не пустили, но что-то более нужное. Это та же самая улица, что и на прошлых кадрах, но здесь, как видите, нету заборов. Чувствуете себя менее безопасно от этого? По-моему, нет. По-моему, все равно так же, но только внешний вид города не из урода, в прямом смысле слова. Знаменитая поговорка гаишников гласит, что знаков мало не бывает. Кстати, здесь работает платная парковка. И, судя по всему, недавно было повышение цены до 40 рублей. Потому что раньше, в принципе, встречалась цена в 10 рублей и 20 рублей. То есть, вместо того, чтобы платной парковкой отбивать желание людей ехать на целый день в центре, сделали действительно дополнительный налог. С общественным транспортом в Туле не все хорошо. То есть, здесь типичная болезнь в виде маршруток есть. Но при этом в городе лучше, чем в каком-нибудь там Воронеже обстоят дела с магистральным транспортом. Есть тот же самый трамвай, который, конечно, пытаются закрыть и там особо не следят. Но, тем не менее, он ходит и работает. То есть, в принципе, если вдруг кто-то придет и решит сделать здесь нормальный трамвай, то будет довольно-таки несложно. Также остались троллейбусы и приходит много техники из Москвы еще. То есть, как-то с губернатором, видимо, дружат. И поэтому поставляют троллейбусы, автобусы. И, как ни странно, даже микроавтобусы тоже здесь ходят московские иногда. Еще в Туле есть один маршрут с электробусами на базе троллейбусов. Он едет в какой-то отдаленный район города. Но мне вечно лень туда доехать. Ну и, в принципе, чего я там не видел. В том же Гродно примерно похожие есть маршруты. И там я вроде катался. Кстати, а вот как раз микроавтобус бывший московский в окраске Мосгортранса. Поражает, что даже вот эти вот оградки, где раньше были деревья, их тоже белят. То есть, в них давно нету деревьев. Это, конечно, отдельная большая проблема. Но, как факт, деревьев нету. Оградки остались и их белят. То есть, знаете, такая вот имитация работы просто в квадрате. Вот. То есть, нет, чтобы их заделать, если деревьев нету. Или высадить здесь все новые деревья. И просто засыпать мульчо или камнями. Нет. Вот нужно вот, чтобы была оградка из бордюрчиков. И обязательно побеленная. Это вот прям вот шик коммунальной моды. Помню, чтобы раньше была большая такая платная парковка в центре Тулы. По-моему, здесь был какой-то забор. Вот. Ну, вообще, кстати, это вот показательно, как расходуется земля городская. То есть, вместо того, чтобы застроить как-то, чтобы здесь появился парк. Или что-то, чтобы генерировало поток людей, приносило деньги в бюджет. Здесь делают платную парковку. И, ну, по сути, парковка, это, знаете, мертвая такая земля. То есть, она никак не используется. То есть, с таким же успехом можно хранить здесь, я не знаю, диван у всех жителей. Это там то, что есть небольшая оплата, не решает проблему то, что земля используется совершенно впустую. Первые три часа стоянки бесплатные. Каждый последующий час 100 рублей. Вот такая вот огромная парковка прямо в историческом центре. И, в принципе, надо помнить, что платная парковка делается для того, чтобы регулировать спросы и предложения. А перехватывающие парковки делаются все-таки на окраинах, чтобы люди не ехали как раз в центр города на своем автомобиле. То есть, надо понимать, что вся транспортная структура города, она взаимосвязана. Если вы хотите развивать общественный транспорт, и в том числе делать его более востребованным и покупаемым, то парковок быть в центре условно не должно. Но человек при выборе, как ему поехать куда-либо, должен просто понимать, что условно там нет парковок, это будет сложно, выберу я лучше общественный транспорт. То есть, нужно управлять транспортным спросом, а не делать такие огромные парковки в историческом центре, даже несмотря на то, что это платная парковка, а не бесплатная. Ну и, кстати, вот обратите внимание, что сделали огромную парковку и не сделали никаких пешеходных переходов от нее. Поэтому люди постоянно перебегают. Отвечем на то, что здесь появился такой креативный квартал искра, то поток тут довольно уверенный. Так, и, кстати, да, его тоже в прошлый раз не было. Давайте пойдем посмотрим, что здесь творится. Вот, но, в принципе, пока то, что вижу издалека, нравится. И тут, блин, тут даже проказ самокатов сделали электрических. Довольно круто обыграли баннер, то, что архитектура не найдена. Попытайтесь снова. Вот, общаясь здесь довольно мило. То есть, ну, серьезно, вот очень комфортно и не скажешь, что это там не Москва или Санкт-Петербург. И тут, кстати, можно подвспомнить, что наличие таких мест, оно играет важную роль в удобстве города, для, в том числе, креативной индустрии, для молодежи и прочих людей, в основном, которым нужно не только ходить на завод и домой потом сразу, а где-то отдыхать и брать вдохновение просто работать в офисе. Вот, поэтому такие пространства стали популярны в свое время на базе бывших заводов, особенно дореволюционных. Их, в том числе, делали без каких-то, знаете, серьезных вложений. То есть, тот же самый Красный Октябрь в Москве, наверное, как самый знаменитый пример, или винзавод. Вот, а затем уже, после того, как место становится популярным, у него начинают вкладывать деньги. Как правило, при этом выгоняют старых арендаторов, которые платили мало, заселяют новых. Старые арендаторы уходят искать новое место. И вот, знаете, такой вот цикл преобразования районов в креативные пространства происходит. Кстати, обратите внимание, что кондиционеры здесь, конечно, в фасадах остались, но они хотя бы покрашены в цвет фасада и не смотрятся уже так отвратительно. Содячие места из палетов, это, конечно, уже такой определенный баян. Вот, и, в принципе, раскладные стулья смотрелись бы намного лучше и были бы комфортнее. Но, как факт, прям вот хорошо, что такое место появилось. То есть, не, а я абсолютно серьезно, когда был зимой здесь, и не пахло ничем таким. И довольно круто. Ну, еще это, конечно же, пример того, что старая архитектура, она прекрасная, и нужно пытаться все снести, а, в принципе, можно актуализировать старые постройки, приспособить их для новых нужд, и это будет намного лучше, чем простая коробка или торговый центр. Кстати, смотрите, здесь даже вот урны такие дизайнерские, и, скорее всего, вот эта ржавщина, в принципе, устаревание сделано было специально. То есть, как часть образа. Вот, но проработка с деталями здесь, конечно, хорошая, и в том числе восстановление домов. Кондиционер бы, конечно, если бы убрали, было бы лучше, но хотя бы покрасили. Обычно именно в таких местах появляются кофейни, хорошие рестораны, в принципе, места для отдыха людей. И это, кстати, тоже очень важно, потому что удобство города строится не только, знаете, из каких-то широких тротуаров, красивой архитектуры, там, трамваев. То есть, город это не кирпичи, город это люди, а люди должны где-то отдыхать и, в принципе, проводить хорошо время. И для этого нужны не только торговые центры, как многие думают, но и хорошее общественное пространство, в том числе вот с таким вот бизнесом. Ну и вот здесь видно, что уже что-то открыто, но большая часть помещений пока пустует. Ну и, в принципе, видно, что идут строительные работы до сих пор. Конечно, хотелось бы, чтобы весь город был вот как тот исторический квартал с бизнесом и комфортными площадями. Но, знаете, как выходишь, сразу такая пустота в виде огромной парковки, которая занимает целый квартал. И не самая приятная городская среда. Ну, элементарно, вот, например, идти вдоль забора не очень-то приятно. Если бы здесь был дом и с какими-то витринами, то было бы намного лучше. В Туле последний раз я был, кажется, этой зимой, не помню точно какой месяц, но, знаете, город был мертвый. То есть, совершенно какое-то вот отрыгающее чувство было. А сейчас вот сюда пришла моя улица. Ну, я думаю, заборчик москвичей узнали. Хотя в самой Москве этих заборов уже нет. И вот что-то постоянно где-то делают. Появилась пешеходная зона неожиданно даже новая. Реконструирует церковь. И, знаешь, как-то чувствуется жизнь. Хотя иногда грань между приятным и агрессивным городом, это вот буквально одна черта. Вот. Это улица Металистов. Я помню, куда здесь еще ездили машины. Вот, сейчас полностью пешеходная улица. И, можно сказать, что закончили. А вот старые развалины взяли и просто закрыли баннером. Хотя можно было их раскрыть, сделать проходными. И было бы очень круто. Ну, слушайте, вообще пешеходная зона, конечно, она новая. И она, я думаю, пока еще не ожила. То есть, в принципе, нужно какое-то время, чтобы к ней все привыкли. Чтобы бизнес ориентировался. И запустился вот этот вот драйвер изменений. Но здесь стало довольно-таки приятно. Прям вот по сравнению с тем, что было. Когда просто там огромная проезжая часть, небольшие тротуары. И вроде как старая застройка. Но к ней нет нормального доступа. И все это было таким, знаете, грязно-серым. То есть, прям изменения налицо. И это очень круто. Деревья на уровне тротуара, прикрыты. Ливневка появилась, велопарковки. Ну, и, кстати, деревья более-менее уже взрослые. Что неплохо. Надеюсь, это пока временное зеленение. И с цветниками еще поработают. Потому что как-то довольно странно, что есть взрослые деревья. И потом сразу идут кусты. То есть, озеленение, оно же должно быть разноуровневым. И все-таки должны быть какие-то кусты желательно на улице. Потому что пока что, знаете, вроде зелень есть. Но урна доминирует над всем этим. Но прямо вот то, что, знаете, такая аллея получилась к Кремлю. Это доставляет большое урбанистическое удовольствие. Плитка вроде пока не проваливается. Но, знаете, сразу виден косяк с водоотводом. То есть, его практически нет. Вода с крыши должна, по идее, уходить мимо тротуара. Сразу в ливневку, в трубу. Потому что иначе это разрушение. Это все-таки мокрые ноги людей. И, то есть, в этом нет ничего сложного. И это можно делать даже в нашем климате. И в Калининграде, например, так делают. Ну, то есть, там это еще, знаете, осталось от немцев. Которые делают так с 19 века. И поэтому там вроде как привычки продолжили все это. А вот у нас пока, к сожалению, не могут. Также не очень понятно, почему вместо скамеек были сделаны лавки. То есть, на таких все-таки долго не посидишь. Нужна спинка. И, в принципе, анатомическая форма. Да, они красивые, но не хватает именно скамеек. То есть, это все-таки, опять же, важная часть городской мебели. И странно, почему вот здесь нету скамеек. Вот, еще очень частое упущение во многих пешеходных улицах. То, что делают одну улицу прямо, но забывают про подходы и, знаете, какие-то ответвления. А это не очень хорошо. И вот, например, здесь бы вышел классный карманный парк или небольшой сквер. И это, опять же, дало оживление определенной улице. И сделало более приватные места, скажем так, для людей, для бизнеса. И, ну, просто все мы любим, когда, знаете, гуляем просто по городу. Зайти в какой-нибудь проулок или открыть новое какое-то место для себя. Не на самой улице, а немного, скажем так, сбоку от нее. Довольно интересный способ спрятать какие-то пробоины в старом доме. Как я понимаю, конечно, живые растения и разеленение было бы круче. Но даже искусственные смотрятся и довольно интересно. В Тульском Кремле довольно неплохо вставлен музей Великой Отечественной войны, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, вот, несмотря на такую парадную архитектуру и важное место, здесь не стали пытаться сделать псевдо-историческую какую-то конструкцию, а просто вставили спокойное здание со стеклом и старыми, я так понимаю, сохранившимися зданиями, которые просто объединили, так сказать, на крыле большим просматриваемым куполом. Ну, не совсем верное слово, но, я думаю, вы меня поняли. Вот. Рядом торговые ряды. Ну, это, по-моему, новодел уже. Кстати, там есть туалет неожиданно. Вот. Но людей здесь как-то не очень-то и много. На этом месте совсем недавно была парковка и, знаете, такое огромное автомобильное кольцо. То есть, площадь никак не использовалась и было слишком много асфальта. То есть, даже для машин слишком много. Вот. Сейчас здесь появился фонтан. Много-много зелени. И, в принципе, площадь здорового горожанина. Также вот здесь из кустарников сделали такой лабиринт. Там даже вот есть лавочки. И, в целом, просто, насколько, конечно, преобразилось место, сложно передать. Потому что, ну, это небо и земля. Вот. И при том, что движение машин сохранилось, все направления остались, то, если условно, получилось активизировать пространство и сделать лучше для всех, без вреда даже для товарищей автомобилистов. Как же грустно смотреть, когда вот архитектурное наследие находится в таком состоянии. И, в принципе, ту ли не сказать, что очень много архитектурного наследия, но вот очень часто оно просто закрыто и никак не взаимодействует с городом, что, конечно же, крайне неправильно. Если в вашем городе появились такие таблички, то это повод озаботиться, потому что вместо полицейских и дорожных проектировщиков, скорее всего, работают идиоты, которые любят перекладывать ответственность за свою работу, себя, на самих людей. То есть, как бы люди не стремятся самоубиться, как многие думают. И они вполне нормально переходят улицы. Но задача именно гаишника или дорожного проектировщика или чиновника сделать так, чтобы ошибка водителя не стоила пешеходу жизни. Приподняты пешеходные переходы. Там ставится освещение, которое выделяет сам переход и подходы к нему. То есть, есть очень много средств, и все они, как ни странно, но действительно работают. А вот такие таблички – это просто имитация деятельности, и при том самая отвратительная имитация, которая перекладывает вину на самого человека. Знаете, многие спрашивают, а почему наши города в последнее время стали некомфортными для людей и больше развиваются по сценарию автоцентризма. То есть, элементарно, там большие дороги, большие расстояния, однобокая архитектура, грязь, в общем, много всего. Но просто вот давайте посмотрим на здание правительства Тулы и, по-моему, Тульской области тоже. То есть, как бы просто вокруг одна большая парковка. Люди приезжают сюда на машине. И проблема даже не в том, что они приезжают на машине, хотя, по идее, было бы круто, если бы где-то был общественный транспорт или велосипеды, а то, что сам фасад, само здание, оно никак не взаимодействует с городом. Оно как бы находится в буфере из пустоты и парковки. И, естественно, это формирует определенное отношение как к самой власти, так и чиновников к самому городу. Им кажется, что весь город должен быть примерно таким. Потому что они каждый день из окна наблюдают именно эту картину. И да, там, с одной стороны, пешеходная площадь для проведения разных мероприятий и, естественно, храм с торговым комплексом. Но, тем не менее, сам факт такой парковки на заднем дворе, он не отменяет того, что сделано это неправильно. То есть, если парковка и должна быть, то она должна быть как бы внутри, а не по периметру. Самый большой идиотизм – это делать поворотные ряды с трамвайных путей. Потому что, ну, смотрите, вот стоят трамваи из-за того, что один человек хочет повернуть. Ну, ладно, там двое их в машине. То есть, ну, ребят, простая математика – сколько едет внутри общественного транспорта, и сколько там может ехать, и сколько вообще поворачивает людей и едет на личном автомобиле. Ну, и все-таки должен быть какой-то приоритет и понимание, как можно делать, а как нет. То есть, например, сейчас могло проехать два трамвая за одну фазу, а проехал только один. Зато повернуло три-четыре человека. Ну, как бы это никуда не годится. Я наткнулся на такую вот классную тему, как музей станка. Ну, правда, внутри я не был, только вот их площадь классная, и сам забор сделан довольно интересно. Собственно, не знаю, напишите в комментариях, интересное место нет, потому что я явно не успеваю туда зайти. Вот, ну, и впервые слышал о нем, если честно. Вот, и здесь же, как я понимаю, работает какой-то кластер, где можно, возможно, прийти и самому что-то сделать. Центральная улица города, одна остановка и пять газелек. И только он где-то там вдалеке подъезжает троллейбус. Пожалуй, две самые большие проблемы российских городов – это заборы и маршрутки. И, как ни странно, люди начинают заряжаться со стокгольмским синдромом. Но хотите объяснение, что без заборов мы не можем, а маршрутки – это вообще хорошо, хотя это показатель, конечно, деградации и отсутствия специалистов. Ну, а на главной улице, кстати, Тулы очень шумные, нужно делать успокоение трафика. Ну, и вот убирайте пешеходный переход подземный, который там вдалеке. Потому что элементарно, если у вас есть два светофора, а они здесь все есть по бокам, то ваша пропускная способность не увеличится, если вы посередине поставите место пешеходного перехода, подземный пешеходный переход. В Туле очень много мест, где деревья когда-то росли, но потом их спилили, и от них остались буквально клумбы из бордюров. И обычно это просто грязь с пылью, а здесь хотя бы вот засадили, я, если честно, не знаю, какое-то растение, трава или кустарник, но, в общем, засадили, и там, где деревья – это понятно, вроде что, и как это сделано, что вроде кустиков, но там, где деревьев нет, это смотрится довольно забавно. Хочется надеяться, что вместе с новой плиткой выкинут старые заборы, потому что их здесь, ну, слишком много. Хотя вот здесь, кажется, уже уложили новую плитку, а забор все равно оставили. Блин, это такое уродство. А ведь и когда на него наезжает машина, он разлетается, в прямом смысле, потому что нерассчитана нагрузка. Забор он оставит только ради автомобилистов и против пешеходов. Вместо того, чтобы делать удобную инфраструктуру, все закатывают заборами. И я, если честно, уже не знаю, что с этим делать. Хороших примеров, как с ними бороться, пока, к сожалению, у нас нет. Только рассказывать друзьям и чиновникам то, что это бред и ненужная трата денег. А в случае аварии просто такой забор убьет человека. В Туле есть трамвай. Ну, вы уже, наверное, заметили это по видео. В принципе, нам повезло, что наши предки умели делать сложные системы и, в принципе, думать о транспорте в городе. Потому что сегодня, к сожалению, трамвай – это слишком сложная и дорогая игрушка для наших городов. И намного проще просто пустить маршрутки, к сожалению. То есть, в целом, последние где-то, наверное, лет 30 общественный транспорт в России жутко деградировал. И, в первую очередь, не столько в физическом плане, сколько в моральном, административном и управленческом. С появлением личного автомобиля массово, конечно, все это только усугубилось. И пользоваться теми же трамваями стало практически невозможно. Понятно, есть износ путей, есть износ техники и так далее. Но самое главное – это все-таки организация, количество маршрутов, диспетчеризация, интервалы движения, обособления в том числе. То есть, это все стоит не так дорого, но это нужно уметь делать. И у нас этого делать не умеют, предпочитая, что лучше мы снимем трамвай, добавится еще одна полоса и все, наконец, поедет. Конечно, ничего не поедет, опыт Воронежа это хорошо показал. Но, к сожалению, такие трамвайные системы, как сегодня есть в Туле и во многих других городах, там Тверь та же самая, они под угрозой. Если эти трамваи пропадут, там будет распродано имущество и просто закопаны, точнее, вырваны и закопаны рельсы, то тогда надежда на то, что общественный транспорт станет комфортным и, в принципе, города поедут, она маловероятна. Понятное дело, что вот то, что сейчас мы имеем, тот вид трамваев в Туле, в той же самой, это не современный общественный транспорт, и в целом это ведро с гайками. Но нужно понимать, что его доводили до такого состояния последние, там, десятилетия, и это нормальная ситуация. Но не существует какой-то одной волшебной таблетки, которую, если выпить, то, условно, у вас все наладится, все поедет и так далее. Трамвай – сложная игрушка, она хорошая, но она сложная. И у нас, к сожалению, сегодня нет ни специалистов, ни желания по восстановлению трамвайных систем, не говоря уже по строительству новых. Вот, а вообще рецепт восстановления Тульского трамвая или любых других и создания конкурентного, в принципе, предложения в области транспорта, чтобы люди выбирали именно трамвай, а не личную машину, довольно-таки универсальный. Это, во-первых, обособление, потому что общественный транспорт должен быть надежный, вы должны знать, что вы доедете за 20 минут. То есть, как вот есть метро или с электричками, так же должен быть организованный уличный транспорт, для этого ему нужен приоритет. Ваш кап. При этом разметка и камера стоят не так уж и дорого. Следующий момент – это ликвидация дублирования, ну, по большей части. То есть, убрать маршрутки, которые отбирают пассажиров, чтобы трамвай стал зарабатывать. Дальше уже можно начинать оптимизацию маршрутной сети, создание пересадочной модели, чтобы трамваи ходили часто, пересадки были простыми и бесплатными. И уже там наложение диспетчеризации, обновление подвижного состава и так далее. То есть, в принципе, если мы посмотрим на Прагу, Лейпциг или многие другие города, то там старые вагоны, старые пути, но за счет хорошего поддержания они вывозят город. И, в принципе, такое возможно и у нас. Продолжение следует... Продолжение следует...